Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой источник The Times при дворе. По словам инсайдера, принцу Эльски не хочет бередить старые раны, участвуя в мероприятии. Неназванный друг принца Чарльза заявил, что бывший супруг принцессы находит это мероприятие слишком тяжелым, так как оно может всколыхнуть в его памяти счастливые, грустные и достойные сожаления моменты их совместной жизни. Источник добавил, что для принца Чарльза эти воспоминания слишком личные, и он боится, что они снова захватят его. Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца. Герцоги Сосекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии, ради чего принц Гарри уже прибыл на родину из США. Ранее сообщалось, что близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей, Ричард Кей, раскрыл подробности о личном разговоре с ней перед ее гибелью. Сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей, принца Уильяма и принца Гарри. Она часто повторяла, что скучает по детям и мечтает вернуться в Великобританию, чтобы обнять их. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Мерседес, в котором она ехала с миллиардером Доди Альфаедом, врезался в стену туннеля. Герцог и герцогиня Сосекские в конце марта 2020 года официально сложили с себя королевские обязанности. Это решение стало драматичным для всей семьи Елизаветы II и внесло некоторые коррективы в иерархию британской монархии. Большую часть полномочий принца Гарри и Меган Маркл пришлось взять на себя принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. В документальной фильме пятого канала Кейт, Our Queen Invading, Кейт, наша королева в ожидании престола, эксперт Дэвид Райли заявил, в январе 2020 года некогда близкие семейные отношения начали разрушаться. Миддлтон оказалась в центре общественного внимания. Редактор Дэйли Миррор Рассел Майерс добавил, когда Меган и Гарри решились на Медзит, я уверен, что Уильям и Кейт серьезно запаниковали, ведь круг их рабочих обязанностей теперь значительно увеличился. Елизавета Аяй очевидно сказала им, послушайте, кто из членов семьи имеет полностью незапятнанную репутацию, кто работает действительно хорошо. Все взгляды устремились на Кейт, выразил свою точку зрения королевский эксперт Том Куин в интервью пятому каналу. Время показало, что Миддлтон действительно стала самым настоящим лицом британской монархии наравне с Елизаветой II, принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Теперь герцог и герцогиня кембриджские заполняют собой образовавшуюся пустоту. Это означает, что Кейт Миддлтон, как главная претендентка на звание королевы, несет весь груз ответственности за репутацию семьи. Похоже, ссора между Уильямом и Гарри затянется еще надолго. Герцог Сосекский продолжает обвинять королевскую семью в равнодушии в своем документальном проекте The Me, You Can't See. А историк и консультант сериала «Корона» Роберт Лейси поделился с Daily Mail, что надежды, связанные с примирением братьев на фоне общего горя, смерти принца Филиппа, не оправдались. Наследники престола продолжили ссору даже на мероприятии. Несмотря на то, что Уильям и Гарри были замечены за краткой беседой около часовни Святого Георгия, между ними снова вспыхнул спор. Они снова начали ссориться и снова были готовы перегрызть друг другу глотки, сказал тогда Лейси друг семьи. Гнев между этими двумя стал невероятно глубоким. Было сказано слишком много резких иронищих вещей. После похорон принца Филиппа 17 апреля не было примирения, не было братской встречи или мини-саммита, уточнил Лейси, позже добавив, конфликт между сыновьями Дианы вряд ли закончится в ближайшее время. Тем временем Гарри уже прилетел в Лондон, чтобы вместе с братом присутствовать на открытии памятника их матери принцессе Диане. Мероприятие должно состояться уже 1 июля, но принц прибыл заранее, чтобы успеть пройти карантин и сдать все тесты на ковид. Изолироваться он будет, как и планировалось, в доме его двоюродной сестры принцессы Евгении во Фрогмар Коттедж. Напомним, ранее сообщалось, что Гарри будет сопровождать Меган Маркл, однако герцогиня решила остаться в США, ведь совсем недавно она стала мамой во второй раз. Как пишет Миррор, отношения между братьями настолько натянутые, что даже на открытии памятника Леди Ди они будут стоять порознь и откажутся от совместной речи, как это было задумано изначально. Герцог Сосекский отправился на родину в Великобританию, чтобы 1 июля присутствовать на открытии статуи его матери принцессы Дианы. Мероприятие пройдет в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской в Кенсингтонском дворце, где жила Диана с Чарльзом и сыновьями. В Лондоне Гарри впервые увидится со своим старшим братом Уильямом, после того, как братья встречались в апреле на похоронах принца Филиппа. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит и супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин. Как пишет Daily Mail, мероприятие, запланированное на 1 июля, должно было пройти в присутствии стабильских родственников и друзей Дианы. Но из-за пандемии масштаб пришлось сократить. Гостям сообщили, что большая церемония в следующий четверг отменена и новая дата будет назначена на сентябрь. Это горькое разочарование для многих в кругу Дианы, которые надеялись, что их присутствие поможет добиться примирения между Уильямом и его братом Гарри. Большие надежды полагают и на герцогиню Кейт, которая уже пыталась примирить принцев в апреле. Тогда Уильям и Гарри даже поговорили, но герцог Сосекский все равно как можно скорее улетел обратно в США, и конфликт тогда исчерпан не был. Недавно Гарри стал отцом во второй раз. Хочется верить, что герцогиня Кембриджская найдет правильные темы и слова, которые помогут братьям начать разговор. Первоначально предполагалось, что статуи Дианы представят в 2017 году. Но были задержки с дизайном и, по словам инсайдеров, разногласия по поводу того, какой период жизни Дианы должна изображать статуи. Герцог Сосекский отправился на родину в Великобританию, чтобы 1 июля присутствовать на открытии статуи его матери принцессы Дианы. Мероприятие пройдет в день 60-летнего юбилея принцессы Уильской в Кенсингтонском дворце, где жила Диана с Чарльзом и сыновьями. В Лондоне Гарри впервые увидится со своим старшим братом Уильямом, после того, как братья встречались в апреле на похоронах принца Филиппа. Ранее сообщалось, что мероприятие посетит и супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин. Как пишет Daily Mail, мероприятие, запланированное на 1 июля, должно было пройти в присутствии стаблистских родственников и друзей Дианы. Но из-за пандемии масштаб пришлось сократить. Гостям сообщили, что большая церемония в следующий четверг отменена и новая дата будет назначена на сентябрь. Это горькое разочарование для многих в кругу Дианы, которые надеялись, что их присутствие поможет добиться примирения между Уильямом и его братом Гарри. Большие надежды полагают и на герцогиню Кейт, которая уже пыталась примирить принцев в апреле. Тогда Уильям и Гарри даже поговорили, но герцог Сосекский все равно как можно скорее улетел обратно в США и конфликт тогда исчерпан не был. Недавно Гарри стал отцом во второй раз. Хочется верить, что герцогиня Кембриджская найдет правильные темы и слова, которые помогут братьям начать разговор. Первоначально предполагалось, что статую Дианы представят в 2017 году. Но были задержки с дизайном и, по словам инсайдеров, разногласия по поводу того, какой период жизни Дианы должна изображать. Субтитры создавал DimaTorzok